Вопрос. На следующей неделе, если пожелает Аллах, я уеду для совершения малого паломничества. Облачиться в Ихрам я намереваюсь из своего дома в Каире, чтобы не совершать после полного омовения, так как это трудно для меня, и не менять одежду при достижении меката в самолёте. Однако погода прохладная, и одежда в виде лёгкого Ихрама может в какой-то мере стать причиной того, что я заболею по пути в аэропорт, особенно учитывая слабость моего иммунитета из-за химиотерапии, которую я получаю. Могу ли я начать входить в Ихрам в своём доме, совершив полное омовение, умастившись благовониями, облачившись в одежду Ихрам и совершив молитву? Однако отложив при этом произнесение слов «Вот я перед тобой для совершения малого паломничества» и произнесение тальбии, а после облачиться в тёплую, сшитую по контурам тела одежду поверх Ихрама и снять её в аэропорту или в самолёте, и начать там же произносить «Вот я перед тобой для совершения малого паломничества» и тальбию. То есть сделать так, чтобы я не был в сшитой одежде при окончании вхождения в их храм. Ответ. Хвала Аллаху. Человеку, который решил совершить большое или малое паломничество, дозволено совершить полное омовение, нанести благовоние, надеть поверх одежды и храма любые одежды, которые он пожелает, и совершать любые действия, запрещенные во время их храма, пока он не намерился начать паломничество. На это указывает хадис, который передала Аиша, да будет доволен ее Аллах. Я своими руками умощала посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, при их храме, когда он желал войти в их храм и во время выхода из состояния их храма до обхода Ифада. Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис используется для подтверждения желательности наносить благовоние при желании войти в состояние их храма и дозволенности оставления следов благовония после вхождения в их храм. Это указывает, что след и запах благовоний не вредит паломнику, но запрещено использовать их во время их храма, как гласит мнение большинства ученых». Шейх ибн Базда, помилует его Аллах, сказал, «Нет греха в том, чтобы совершить полное омовение, облачиться в одежде их храма и умостить себя благовониями дома, так как они живут на расстоянии, которое считается близким к мекату при передвижении на машине». Однако шариатам велено входить в их храм только из меката. А их храм – это намерение начать паломничество. Это и есть состояние их храма. После намерения по шариату они должны произнести, «Вот я перед тобой для совершения малого паломничества» или «Для совершения паломничества хаджа». Шейх ибн Русейминда, помилует его Аллах, сказал, «Слова автора, его намерение является условием, то есть намерение вида паломничества, то есть намерение начать определенный вид паломничества является условием. Паломник обязан вознамериться начать паломничество, и если человек станет произносить слова тальбии, не имея при этом намерения, то он не войдет в состояние их храма только из-за тальбии. Если человек облачится в одежды их храма, но не будет иметь намерения начать паломничество, он также только из-за одежды не войдет в состояние их храма. Тальбию может произносить и паломник, и обычный человек. как и изар и рида, которые являются одеждами храма, может надеть паломник и тот, кто паломником не является. Поэтому вы можете надеть поверх одежд и храма скроенную по форме тела одежду или любую другую для защиты себя от холода. А также можете совершать все действия, которые дозволено совершать не паломнику, и которые запрещены паломнику, несмотря на то, что вы уже совершили полное омовение или облачились в одежды и храма из дому, пока вы не вознамеритесь начать паломничество. И это намерение, как было сказано, является условием, и вознамериться человек обязан только при достижении меката. Войти в состояние и храма до меката дозволено, но это противоречит предпочтительному. Аллах знает лучше.